Девушки отдыхают Почему на битве экстрасенсов у тебя не сложились отношения с Сергеем Сафроновым? Чего ты? Ты языком треплешь, зачем? Что из себя представляет шоу «Битва экстрасенсов»? У тебя бабок нет, ты ни с кем не трахаешься, кто тебя возьмет на эту программу? С чем это связано? Не потому что я тупой, не потому что у меня нет талантов, не потому что я ленивый, нет, потому что я снимался в Доме-2. Влад Кадони Участник, а позже ведущий телепроекта «Дом-2», финалист «Битвы экстрасенсов». В детстве мечтал стать священником, но в итоге построил карьеру на телевидении. Привет, Влад! Наконец-то ты до меня добрался, потому что с прошлой нашей договоренности ты слился. Вот ты вот любишь это слово «слился», да, что оно означает? А как назвать? Мы с тобой договорились, все, я иду, 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 и вдруг мне звонят. Он не придет. Буквально за несколько дней, конечно. Ну, так сложились обстоятельства, и я же в итоге-то здесь, правильно? Ну, обстоятельства сложились как? Я знаю, что тебе, ты боялся идти, что тебе не давали чего-то говорить, ставили какие-то условия продюсеры. Да, мой руководитель на тот момент попросил меня, ну, а, как говорится, когда руководитель просит, это не совсем просьба, да, он попросил меня не давать никаких интервью, никак не комментировать тему «Дома-2». Я думаю, что он сильно боялся, потому что все видели, как я переживаю закрытие, и для меня это была целая вот такая драма, наверное, жизни. И я думаю, что он боялся, что сейчас вот в этом эмоциональном состоянии я тут что-нибудь наговорю-наговорю. Драма это было для тебя? Для меня, да, конечно. Закрытие «Дома-2» — драма. А почему? Драма, трагедия, я не знаю, как это объяснить. Потому что я специфический очень человек, для меня деятельность на первом месте, для меня работает на первом месте. Я такой наркоман, который помешан просто на деятельности. Вплоть до того, что если у меня там выходной условно, я ложусь спать с чувством вины, если он у меня был. То есть я ничего не сделал за этот день, то есть какая-то там совесть, несовесть, но ты меня начинаешь все это грызть. И когда у меня забрали деятельность, я работал неделями без выходных, я был счастлив в этом до «Одыри», и у меня просто хлоп, это все в один день, все это дело забирается. Естественно, у меня такое вначале было оглушение. Неделю вообще, мне когда сообщили о том, что «Дом-2» закрывается, я неделю ходил в таком... Ну, вроде как бы я эту информацию получил, но она у меня никак не могла встроиться ни в одну логическую цепь. Я просто не мог это осознать. В общем, в принципе, я начал осознавать это ближе к, наверное, после новогодних праздников уже. И, ну, на месяц, на полтора, наверное, да, у меня был прям раздватор. А вот почему тебя все-таки настолько шокировало и заставило переживать? Ты эту работу как предполагал? Что ты до конца жизни будешь вести «Дом-2» или... Про таких, как я, сейчас говорит молодежь консервы. Неважно, на что я предполагаю, неважно, на что я рассчитываю. Любые изменения в моей жизни вызывают во мне, ну, скажем так, стресс. Если они связаны с чем-то очень важным для меня, да, то это меня выбивает на длительный период времени просто из колеи, мне нужно время собраться. Работа для меня самая главная в жизни. Я понимаю, что это неправильно. И для здоровой психики это не совсем верная позиция, ее нужно менять. Но я ничего себе поделать не могу, мне уже 34 года, за 34 года так сложилось. Ну, как ты переживал? Ты сидел, закрывшись дома, я не знаю, ты употреблял что-то или что-то делал? Нет, я вообще не употребляю, у меня с этим тубированная для меня история, я даже не пью. Поэтому как бы нет. Но это сложно объяснить. Ну, первое, чем я занимался, я мотал нервы всем своим близким людям. Всем. Отравлял жизнь прям капитально, потому что у меня были перепады настроения, какое-то такое негативное состояние. Мне нужно было вот куда-то это все девать. Поэтому все близкие люди получили как бы в этот период времени огромное количество, мне понадобилось терпение, получили дозу негатива, будь здоров. Дальше я тут же лихорадочно пытался как бы уйти в творчество. Я все, роман пишу уже много лет, поэтому я возобновил его написание вновь. Вот сейчас он, слава богу, на стопах, потому что мне кажется, я пишу, когда мне плохо. Роман на какую тему? Ну, триллер, художественное произведение. А, это просто художественное произведение? Да, нет, не мемуары, нет, дай бог, у меня нормально все самооценкой. Сюжет? Так, чтобы не спалить-то контору. Ну, мистика, наверное, какая-то. Да, это мистика, это мистика. Это мистика, это запутанная история, где, ну, как бы так, по-пытовому можно. У меня была в свое время мечта написать книжку, которая тебя имеет. Заключается она в следующем. Ты читаешь историю, читаешь, читаешь, потом бац, неожиданный поворот. У тебя складывается ощущение, что тебя только что поимели. Что ты был уверен, что будет вот так, а стало вот так. У меня всегда была мечта написать такой роман, при которой тебя за один роман могут поиметь раз 15. Потому что ты не понимаешь, что происходит вообще. И каждый раз тебя вот обламывают, и каждый раз там, ну, что-то неожиданное происходит. Когда выйдет роман? Слушай, ну, еще пару потрясений. Он выйдет очень быстро. Поэтому я надеюсь, в ближайшее время он не выйдет точно. Но хочу я все-таки обратить внимание на то, что ты на самом деле очень, при всей своей открытости, ты закрыт. Твоих постов не увидишь в таком количестве, как у прочих участников Дома-2 в твоем Инстаграме. Ты практически не выходишь в свет. С чем это связано? Почему ты себя так ведешь? Немедийно, так скажем. Потому что для меня телевидение, это работа, и ее медийная составляющая как-то, она уже немножко потеряла ценность. Потому что, когда я приехал в Москву, я честно могу откровенно сказать, я ехал в Москву для того, чтобы становиться звездой. Я очень хотел быть, то есть тщеславие из меня перло со всех щелей. Я очень хотел быть очень известным человеком. Я хотел идти по улице, чтобы меня смотрели. Говорили, боже мой, кто идет? Это же он, это же он. Подходили, просили автографа, просили сфотографироваться. Мне безумно этого хотелось. Потом определенный момент, когда моя жизнь начала уже складываться около этой профессии, а до меня, чтобы ты понимала, в тот момент вообще не доходило, что это профессия. Мне казалось, это такая развлекаловка. Ты приходишь в какую-то студию, да, ты ведущий, это очень круто. Ты начинаешь с кем-то разговаривать, тебя просто показывают, да. То, что надо думать, то, что ведущий это модератор, а не просто там говорящая голова и т.д. и т.п. Вообще, это где-то мимо меня проходило. Но очень хотелось быть телеведущим, звездой на федеральном канале. И когда произошло вот это вот созревание в голове и в личности, я вдруг понял, что нет, телек это работа, и работа достаточно тяжелая. Вот все остальное, то, что как вот вместе с детством осталось в прошлом. Плюс Дом-2 меня многому научило, когда я был участником. Я понял, самое главное, что меня научил Дом-2, когда я был участником, это то, что нужно скрывать свою личную жизнь. Это самое главное. Ну вот я и заметила, что у тебя практически не увидишь ничего. Это какие-то твои посты, это какие-то общие фразы, какие-то размышления. Это всегда фотографии, где ты позируешь, которые отретушированы, где ты выглядишь достойно. Ну, я не говорю, что ты в жизни выглядишь недостойно, но там понятно, что ты стараешься держать марку. Да, безусловно. Почему там нет жизни в твоем инстаграме, просто твоей жизни? Ну, иногда она есть, потому что, блин, я психологически к этому не адаптирован совершенно. Я не могу, вот это как вот ты собираешься, допустим, ты не можешь выйти из дома там с грязной башкой и голой, допустим, да? Ты же одеваешься в приличные вещи, ты как-то расчесываешься, ты как, ну, что-то как пытаешься выглядеть прилично, потому что ты идешь в общество. Для меня что-то выложить в социальные сети, это все равно что выйти и что-то показать себя обществу. Я не могу там показать там голую пятую точку или сказать там глупо, нет, я могу иногда настроение такое бывает, да, такая какая-то авантюра, но в целом нет. И не потому что я боюсь оценки. Я пережил, будь здоров, какую травлю в интернете в свое время, и я там переиграл немножечко с черным пиаром, и поэтому я много чего как бы... С черным пиаром? А что ты делал? Какие вещи? Слушай, ну вот эти все истории про нарученный член, вот эта вся эпопея, когда я был участником еще Дома-2, тогда не было понятия хайп, но тогда было понятие черный пиар. И эта история у меня очень сильно была интересна, плюс я такой раздувал свою одиозность на проекте, то есть отрицательный персонаж, в моем понимании, должен был быть отрицательным во всем. Даже там, где я там не хотел сделать, хотел, точнее, сделать нормальный человеческий поступок, я понимал, ага, значит, но я же отрицательный персонаж, я же не могу сделать сейчас хорошо. Шишешь, нет, значит, не будет, значит, будет плохо. И намеренно как бы творил такие ситуации, которые, ну, по большому счету, люди называют дичью, неправильно делают. За что тебе больше всего стыдно из этих ситуаций? Стыдно, наверное, ты знаешь, вот за Дом-2 мне не стыдно ни за что, кроме одной ситуации. В тот момент, был такой у нас период, я очень близко общался с Дашей Пынзарь и Сережей Пынзарь. И Даша попала тогда, ну, скажем так, влипла в историю, ну, в рамках, скажем так, коллектива, потому что там ее начали обсуждать не в очень хорошем, приглядном свете. Хотя на самом деле там почвы никакой не было. Ну, знаешь, как один сказал, второй сказал и понеслась. И долгое время я стоял на ее стороне, отстаивал. Сережи не было, он там уехал куда-то по своим делам. И вот буквально за два дня до возвращения мы что-то с Дашкой закусились. Закусились неприятно достаточно. Я из принципа, из принципа именно занял позицию против нее. Хотя все это время ее отстаивал. Мне было дико потом неудобно, я пошел на этот принцип. За это, пожалуй, единственный момент стыдно, потому что, ну, с Дашкой мы близко общались на проекте, и она там, ну, была для меня другом. И понятно, что дружба была потеряна. Ну, сейчас вот мы хотя бы начали как-то более-менее общаться, и нормально. Ну, а что за ситуация это была, я так и не понимаю? Там кто-то пустил слух про измену. Что она изменила своего... Она изменила Сережа, да. Но фактов никаких не было. Были, то есть, домыслы и догадки. Естественно, я и занимал позицию, что идите вы в баню, как бы, да, то есть нет аргументов, нет доказательств, поэтому что вы хотите, собственно говоря. Вот. И по факту этого не было, никакой измены не было. Но разговор на эту тему очень был. У Даши были там какие-то враги, неприятели, много хотели ее там прессануть. То есть те, кто смотрел Дом-2, они понимают, о чем я говорю. Я отстаивал, да, в какой-то период времени. Извинился потом? Ты знаешь, я извинился, но я даже когда извинялся, я понимал, что в этих изменениях нет смысла, потому что... Есть... Вот если я сделаю тебе плохо, Ален, несознательно, я считаю, что я имею право извиниться. Если я сделал сознательно тебе плохо, любые извинения — это такое лицемерие. Ты все взвесил, ты принял решение, ты совершил поступок. Чего извиняться-то за него? Нужно принимать всегда свой выбор. Если ты на тот период жизни сделал такой выбор, значит, он априори верный. В моем недавнем интервью с Рустамом Солнцевым он озвучил причину закрытия проекта Дом-2. Основную — это низкие рейтинги, это тупик, в который зашел проект, это бездарность участников. Война не должна быть между вот этими сосками страз, которые там у вас участники, и этими тупыми качками. У них война не получается. Они кричат, они вопят, это все есть в эфире. Но когда я смотрю долю телесмотрения, то она болтается в районе, понимаешь, промежности одной известной телеведущей. Я бы хотела, чтобы ты прокомментировала его слова, потому что ты все-таки был внутри. Я не хочу комментировать его слова, я прокомментирую тему, наверное, само закрытие Дома-2. Во-первых, я хочу, чтобы и ты меня услышала, и услышали, собственно говоря, люди, которые будут смотреть это интервью. Решение о закрытии проекта принимается всегда на высоком уровне. То есть это, условно, генеральные продюсеры канала, генеральные продюсеры продакшена. Они собираются в кабинете, между собой решают, потом выходят и сообщают свое решение. Никто из них не оправдывается, не вдается в детали. Там нет стенографистки у них во время встречи, с которой кто-то спит и может что-то узнать. Этого всего нет. Есть решение, и дальше как бы, что хотите, думайте, оно такое. Поэтому вот люди, которые имеют свое личное мнение, против них ничего не имея, но выдают это за факты, они меня всегда удивляют. Откуда вы знаете? По поводу низких рейтингов, это вообще очень непрофессиональная точка зрения. Объясню, почему. Дело в том, что мы всегда должны понимать относительно рейтингов, что любая ежедневная, ежедневная, любая программа, на ее рейтинг смотрят в принципе, в целом. То есть никто не будет говорить, что там вот в этот день, если у тебя премьерная программа, одна премьера в неделю, это четыре программы в месяц, то к твоей доле будет определенное пристальное внимание. Когда у тебя каждый день, ты каждый день не можешь держать вот такую вот долю. Доля любой ежедневной программы, даже если мы поговорим, посмотрим долю новостей, это всегда вот такая вот история. Никогда никакой нет стабильности. Поэтому то, что где-то там на медиаскоп не было там, в какой-то день не было в топе, в какой-то день было в топе, это все равно не смотрится. Поэтому вопрос с рейтингами, это профанация. И это люди, которые, скажем так, не любят этот проект, они все время долбят в эту историю. Но по сути они лгут тем людям, которые их слушают. То есть проект был точно так же популярен, как при своем старте 20 лет назад или сколько? Ну это нельзя сравнивать, потому что Мерседес сейчас так же популярен, как при своем старте. Но это такое, знаешь, сравнение. 10 лет прошло, даже не 10, там 20 лет прошло, да? Но у Мерседеса побольше. 20 лет прошло, как можно? Это другое поколение. Тогда интернета даже не было. И Дом 2 вообще в принципе изменился. Его тоже нельзя сравнивать. Я же был и участником, и ведущим. Я застал площадку самую первую, которая еще там была при Комиссарове. Я работал на площадку, которая нынешняя там представляет. В общем, не суть. Ладно, далеко уйдем. По поводу закрытия. Опять-таки же, я не буду выдавать свое личное мнение за факты. Я говорю, это мое личное мнение. Оно заключается в следующем. В тот момент, ты помнишь, да, когда вся вот эта история с коронавирусом началась, произошел на телеке очень серьезный кризис. Потому что все спонсоры... Никто не знал, что делать со своими деньгами. Спонсоры, рекламодатели, как бы, да, они в принципе начали пересматривать свои контракты с каналами. Я говорю сейчас даже не про ТНТ, а про многие каналы. Об этом очень много написано в интернете и достаточно в авторитетных изданиях. Естественно, телевидение начало приходить в определенный кризис. И многие каналы начали пересматривать свою линейку и стараться сократить, ну, скажем так, затраты. Я тебя правильно поняла, что из проекта начала уходить реклама? Нет, не из проекта. В принципе, с телевидения, с рекламой стало очень плохо. Ну и в проекте, соответственно, стало плохо с рекламой. У нас нет такой... Насколько мне известно, я могу здесь ошибаться, у нас нет такой прямой взаимосвязи. То есть как бы мы же в любом случае, как любая программа, мы платим... Точнее, нам канал платит за то, что мы показываем программу, продакшн. И здесь дело абсолютно не в рекламодателях, платит канал, а не рекламодатели. Спонсоры у Дома-2, спонсоры были всегда, они есть и всегда они будут, эти спонсоры. Просто сам канал решил... Ну, это же очень простая в бизнесе история. Ты когда сокращаешь, ты сокращаешь самое дорогое. Ты же знаешь прекрасно, приблизительно, ты можешь посчитать, ну, или найти в интернете эту информацию, сколько стоит производство еженедельного реалити. Причем не просто еженедельного реалити, а который имеет собственную площадку, круглосуточную съемку в несколько смен и т.д. и т.п. Это дорогое производство. Соответственно, и стоит оно достаточно. Ну, так почему все-таки стало нерентабельно? И почему закрыли-то, если ты говоришь, что все нормально? Сокращение, на мой взгляд... Просто оптимизация расходов канала? С одной... Ну, это главная причина. Главная причина это бабки. Вторая причина, конечно, это трендовость, которая уходит, на мой взгляд, начала уходить с ТНТ. Потому что, если ты помнишь, ТНТ вообще, в принципе, как канал, он стартовал как канал реалити. Тогда же были «Голод», «Брат», «Офис». Нет, «За стеклом» это первый канал. «Кто не хочет стать миллионером». Кстати, очень крутое было шоу. Я не очень понимаю, зачем его впихнули в 12 дня и почему не сняли потом продолжение. Реально очень крутое было шоу. «Дом-2», «Битва экстрасенсов». Это все было про реалити. Это все старт был ТНТ в расцвете. Затем тренд несколько сменился. Появился юмор. Ну, как появился, он всегда был. Но в определенный момент вообще в России было такое абсолютное ощущение, что кроме аншлага и смеха панорамы, юмора вообще нет. Были какие-то попытки, там, «Городок», «Наги», кстати, прикольную делал тоже там историю. Ну, то есть это было все вот не до, не много. То есть масштаба в этом не было. И тут ТНТ, на ТНТ заезжает «Камеди Клаб» со всеми вот этими потом второстепенными программами, да, и взрывает. И это становится новым трендом. Потихонечку дальше ТНТ развивается, и здесь уже реалити, юмор, реалити, юмор. Ну, ты понимаешь, как бы, да? Юмор потихонечку начал на себя забирать большую, скажем так, нагрузку, и ТНТ потихоньку перестал становиться реалити и больше стал становиться юмористическим. Сейчас, кстати, тренд снова поменялся. Я не очень понимаю, что будет как бы дальше. Юмор, конечно, он не умир. Сейчас поменялся тренд, а в какую сторону? Что сейчас? А сейчас на телеке вообще тренд поменялся в сторону сериалов. Сейчас все про сериалы. Ты смотрел, кстати, «Эпидемию». Да. Это же сумасшедшая. Шикарный. Коу-центр, эпидемия. Ты могла когда-нибудь подумать, что такое могут снять русские? Для меня это была сенсация. Мне ничего не рассказывали, до конца еще не досмотрел, по времени немножко несостыковки. Но я уже вот, но я смотрю и думаю, боже, но это же круто. Это реально круто. Вот если бы еще... Хотя нет, русские фильмы тоже, кстати, стали сильно лучше за это время. Что дальше будет, я даже прям боюсь. Я думаю, что в какой-то период времени такими темпами, может быть, и Голливуд какой-то русский появится. Но вот в эту причину немножко больше верится, да, что все-таки сменились тренды и стал вытеснять формат реалити с телевидения другими проектами. Ну, слушай, совокупность, это огромное производство, совокупность разных факторов. И опять-таки же я подчеркиваю, что это, ну, мои домыслы, это не является фактом. Это просто мои домыслы, аналитика, плюс тот факт, что мы закрылись, извините меня, в конце года четко, да. Ну, то есть когда бюджет закрывается, собственно говоря, на уходящий год, и мы закрылись. Ну, тоже, если по логике телевидения, если у тебя есть программа, у которой говно рейтинги, извините за это слово, конечно, да, у тебя плохие рейтинги, ты не ждешь конца года, ты закрываешь. Плюс вместо ТНТ, вместо Дома-2 запустил женский стендап. Извините меня, женский стендап был до этого. Да, относительно свежая программа, но он был. То есть в любой момент ты можешь сказать, друзья, у вас рейтинг там ноль, все, пока. А вот теперь у нас женский стендап, и все, зачем ждать конца года? Зачем показывать не рейтинговую программу, а ему, честно, словно, зрителя несколько месяцев? Ну, это же бред. Последний раз вернусь все-таки к Рустаму. Много обид у него осталось на руководство проекта, на того же самого Михайловского, который так и не сделал из него ведущего. Я Михайловскому, конечно, сказал, мы с ним поссорились, расссорились из-за этого. Это была моя претензия к нему. Ни квартиры я от тебя не получил, ни машины, ни статуса как ведущий, понимаешь? Я бы мог везде там писать, я ведущий, а то, знаешь, экс-участник. Да, понятно, что я их там всех... Понимаешь? Вот. Вот, Рустам, классный парень, хорошо говорит, умный, юморной. Почему он не стал ведущим Дома-2? Вот твое мнение личное. Ну, я не знаю насчет, как бы, как сказать, я точно не буду комментировать ситуацию с Михайловским, потому что я просто не в курсе, да. Мое мнение такое. Руся действительно, когда я пришел участником на телепроект Дом-2, он был одним из самых ярких участников. Он говорил очень крутые вещи, и его мнение всегда было интересно слушать. Но там всегда была, ну, на мой взгляд, определенная проблема с характером. Ну, потому что вот это вот, как сказать, желание очень высокомерное и, наверное, как-то язвительно всегда высказаться в адрес людей, которые, возможно, этого не заслужили, это очень сильно подводит. То есть, ну, как сказать, даже не то, что я тоже в каких-то моментах не объективен во время ведения программы, да. И то, я не объективен, потому что того требуют определенные обстоятельства. Рустам, ну, очень как-то, вот, я не знаю, жестковат, что ли. Но он обижал людей каких-то, ты имеешь в виду, это? Ну, наверное, да. Можно сказать, обижал людей. Мне сложно это сформулировать. Но были перед твоими глазами какие-то ситуации, на которые ты смотрел и думал, ну, вот, здесь он виноват, действительно, здесь он жестканул с кем-то? Ты знаешь, вот мы все можем жесткануть с кем-то. Есть какая-то вот грань, наверное, которую люди не должны переходить. Вот эту грань, на мой взгляд, Рустам периодически переходит. А так в целом, не знаю. Я просто не могу отвечать за руководство, почему кого-то не сделали ведущим, да. Я и так, в свое время, когда меня сделали ведущим, вообще какая-то странная формировка, когда я стал ведущим данного телепроекта, я столько Г выслушал от бывших участников в их прямых эфирах, в социальных сетях. Почему-то они все дружно решили, что я занял их место. У меня было абсолютное ощущение, когда я слышал то, что они говорят, что было приблизительно так. Значит, кабинет Михайловского, там все другие продюсеры Solaris Prom Production, значит, вот у них перед ним фотографии, значит, они хотят там этого, 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 этого. И тут врывается Влад Кадони, ногой выбивает дверь, рвет, говорит, нет, не берите этих людей. Хватает этих, разрывает, это плохой, это негодяй, это вообще гэд, вот так вот сидят. Ну, возьмите меня, забудьте про них, про всех, я вас умоляю. И они так сидят и думают, ну, не знаем, вот если ты сейчас уничтожишь этих людей, расскажешь, что они стремные и никогда не должно быть на Доме-2, мы тебя возьмем. И я такой, да, и на 6 часов заряжаю, что это самые отвратительные люди, которые никогда ни с чем, собственно говоря, не сравнятся. И они такие, ну, хорошо, все, ты уничтожил конкурентов, ты новый ведущий Дома-2. Вот у меня всегда было такое ощущение. Все были, все поливали меня грязью, говорили, он недостойный. Вот я вот взорвал бы этот проект. Он никогда. Но, на мой взгляд, что самое смешное во всей этой истории, что они тем самым, ну, скажем так, негласно сами себе должны были объяснять, почему их не сделали ведущими. Потому что они показывали своей оценкой свой собственный телевизионный непрофессионализм. Потому что сказать, что я плохо выполняю свою работу или, как-то, скажем так, непрофессионален в кадре или не соответствую контенту данной программы, может только непрофессионал. Скажи, вот представим, что Дом-2, как это, возродится, снова, значит, если ты говоришь, объявили кассинг, сделают проект без вас, без всех лиц, по которым он запомнился миллионам телезрителей. Ты будешь его смотреть? Ты знаешь, я настолько люблю проект, что я буду его смотреть, вне зависимости от того, буду ли я там. Я люблю просто сам проект. Мне он нравится. А за что ты его любишь? Вот назови какие-то вещи, по которым... Мы по всей стране собираем живых, настоящих, реальных людей. Абсолютно реальных. Помещаем их в определенное, скажем так, пространство, ну, ограниченное, да, в котором они, собственно говоря, живут. И те люди даже, которые в жизни бы никогда не пересеклись, между собой начинают коммуницировать. Делать это искренне, по-живому. Ну, условно, потому что у них нет выбора. Но никак, они живут в одном доме. Ну, как ты не можешь разговаривать с этим человеком? И вот этот вот, когда люди, которые в жизни сроду бы не встретились, вдруг начинают коммуцировать, коммуницировать, вот в этом во всем такая какая-то жизнь, она, ну, другая, она крутая. Крутая жизнь? Конечно. На Доме-2? Почему тогда этот проект все называют зашкваром, который давно пора закрыть? В котором участвуют непонятные люди, те же самые эскортницы, которые уже эта информация открыта, что туда брали девчонок. Слушайте, эскортницы участвуют во всех программах, на всех каналах. Но относительно нашей программы возникают вопросы. Просто все почему-то забывают, что когда приходит человек на кастинг, да, мы не можем, у нас не ФСБ, мы не можем узнать про него все здесь и сразу то, что по нему было. Пришла девочка, хорошо разговаривает, хочет строить любовь. Посмотрели у нее в социальных сетях, вроде нормальная девчонка, да, дальше она заходит в периметр. Участники ее там условно оставляют. Как ты, вот на какой стадии мы должны понять, что она как-то связана с этой темой? Ну это же видно, послушай, они там начинают между собой общаться. И ты понимаешь, что какая-то девочка сидит скромная, а какая-то пошла с тем, с тем, с пятым, с десятым. Это снобизм, избавляйся от этой истории. Вот это вот, это видно, то есть по человеку видно, что он связан с эскортом. Это даже, знаешь, я выразила, может быть, даже не свою мысль, а мысль и мнение большинства, кто наблюдает за этим проектом. Они могут ошибаться. Нельзя. Вот это самая большая опасность, когда тебе все видно и все понятно. Люди могут удивлять. И человек, который выглядит как эскортница, может быть вообще девочкой, наоборот, работать в библиотеке. С богатым внутренним миром. Да, да, да. А вот эта вот женщина, которая пришла и такая, типа, я из библиотеки, может иметь очень нехилую красную комнатку за книжечками, понимаешь? Поэтому тут вот как-то как выглядит эта странная история. Так вот, я вернусь по поводу оценок. Есть такое понятие, как популизм. Люди, как правило, которые говорят там... Да, у нашего проекта есть определенные люди, которым не нравится проект, как, собственно говоря, у любого другого проекта на телевидении. Но чаще всего я с этим сталкиваюсь, особенно когда речь идет о известных людях, да, они говорят по поводу Дома-2 для того, чтобы заслужить общественное одобрение, а не потому что они так считают. Потому что модно сказать, ну все же говорят, что Дом-2 это плохо. Ну, конечно, когда ты включаешь в любой момент и там мат-перемат, крики-драки между участниками. Ты где выходишь? Что? Ты где выходишь? В смысле, где я выхожу? В Ютубе. В Ютубе. Да. Тебе показать, что в Ютубе творится? Ну, а что ты так это начинаешь обобщать? Подожди, Ютуб это площадка, где выходят разные проекты. А при чем здесь? Я говорю про конкретный проект, про Дом-2. Ты говорила не в одном из своих интервью, а одну простую вещь, что Ютуб это типа про жизнь, и как бы там все вот реальное и настоящее. Правильно? Ну, правильно? Ну, твои слова, Ален. Ну. 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 Так Дом-2 это то же самое Ютуб, только на телеке. Но там собран сплошь негатив. Там все по-настоящему. То есть выдается в эфир, только если кто-то с кем-то поругался, переспал, подставил. Это называется драматургия. Ага. Объясню в чем. Ну, это же, ну, это закон драматургия. Ты, когда будешь это интервью нарезать, или ты, неважно, там, монтажная бригада, разговоры о погоде, о кошечках, о том там... А мы не говорили ни о погоде, ни о кошечках. Я говорю, если бы мы об этом говорили, мы бы все это вырезали. Вы бы, точнее, все это вырезали. Не факт. Ну, хорошо, не факт. Ладно, это вот... Это тоже жизнь. У нас режиссер очень любит вставлять. Ты начинаешь спорить. Так, хорошо. Бог с ним с этим интервью, забыли про него. Драматургия базируется на конфликте. Вот живут люди. Вот просто сидит человек и ест. Если ты дашь это в эфир, нет в этом никакого смысла, никакой конвы. Это вот никому не нужно. А если человек вдруг ел-ел, поперхнулся, и кто-то ему не постучал по, скажем так, по спине и проявил некое безразличие, в этом появляется конфликт. Почему человек это сделал? Вот на эту тему мы и говорим. Дом-2, по сути, это программа, которая все время решала чисто человеческие проблемы. Она их решала, эти чисто человеческие проблемы, да? И, ну, естественно, и мы и говорим об этих проблемах. Но давайте, хорошо, благородные, воздушные люди пришли, они сели, они посидели, они посмотрели, они о чем-то поговорили о возвышенном, возможно, о литературе, о поэзии средних, ой, господи, серебряного века. Какая доля будет у этой программы? А главное, это вот, ну, смысл какой в этом? Тебя чему он научит? Вот сидит Вася Пупкин и рассказывает о том, что он любит поэзию серебряного века. Тебе это что даст? Ничего. Ну, хотя бы люди узнают, что существует поэзия, что существует серебряный век. Они в школе должны были это узнать, извини меня, если они в школе об этом не узнали. А так они что узнают? О том, что один другому морду набил из-за какой-то там тёлки? А так они узнают следующее. Первое. Как ты выглядишь со стороны, когда ты орёшь на женщину? Ага. Второе. Когда приходит ведущий и объясняет, слушай, Петя, ты мог вот так, вот так поступить, и этого конфликта бы не было. Как можно было решить этот конфликт? Дальше сверхзадача для проекта Дом-2 заключается в очень простой вещи. Дом-2 учит тому, что какие бы мы ошибки ни совершали, что бы мы ни делали в этой жизни, никогда нельзя опускать руки. Всегда ты должен исправлять свои ошибки. Ты всегда можешь начать новую жизнь, помочь всем тем людям, которым ты сделал плохо. Я правильно тебя понимаю, что Дом-2 несёт некую воспитательскую такую миссию? Психологическую нет. И в этом его ценность, этого проекта на телевидении. Да, да. Это зеркало. Это зеркало человеческих каких-то, вот скажем так, особенностей. В это зеркало смотрясь, каждый видит ровно то, что он хочет видеть. Ты бы хотел, чтобы проект Дом-2 продолжался? Ещё несколько лет на нашу жизнь? Конечно, безусловно. Дом-2 – это уникальный, легендарный проект, который, если объективно на него смотреть, он очень много даёт обществу. И не вот этой вот истории, да, я не поговорю про тех, кто пытается на нём хайповаться. А многие люди, глядя со стороны на собственные ошибки, на собственную жизнь, на мой взгляд, могут их не совершать. Чем ты живёшь после ухода с этого проекта? Я так понимаю, мы сегодня про Дом-2 только говорим, да? Нет, нет. То есть я интересен исключительно в контексте одной программы, и больше нет. Ну, подожди, подожди. Вот это прям завершающий вопрос. Хорошо. Чем ты живёшь? Потому что ты вначале сказал, что это тебя, не знаю, там, шокировало, ты переживаешь. Где ты себя дальше найдёшь? Где мы сможем увидеть Влада Кадони? Сейчас, на данный момент, запускается целый ресурс. История про изменение собственной личности, самопознание, саморазвитие. Я всегда мечтал создать такой некий интернет-ресурс, где каждый человек может находиться во внутреннем диалоге, где может условно коррелировать собственную личность. Где он может посмотреть какие-то обучающие видео, какие-то познавательные видео. Какой-то вот такой вот внутренний уголок. Ты скачал приложение или зашёл, допустим, на ресурс, да, посмотрел какие-то видео, и эти видео задали тебе очень важные вопросы, конкретные в лицо относительно твоей личности. Отвечая на эти вопросы, ты меняешься, ты растёшь, ты развиваешься. Ага, но я не поняла, что это будет за платформа, сайт? Это сайт, впоследствии я буду делать приложение, но да, история исключительно... Это коучинг, иными словами. Коучинг мне не очень нравится, это слово, но по сути да, потому что я разработал, у меня есть авторская методика, кстати, касаемо коучинга, так называемый провокативный коучинг. Провокативный коучинг? Провокативный, безусловно. Это про цели определения. Знаешь, есть огромное количество людей, которые не знают, что они хотят в этой жизни. Провокативный коучинг – это как раз для них. А почему провокативный? Потому что провокация позволяет создать, обострить какие-то внутренние конфликты. Ну вот, допустим, скажи мне, пожалуйста, ответь мне на простой вопрос. Относительно простой. Вот у тебя нет варианта отказаться, это всё равно случится в твоей жизни. И случится в ближайшее время. Что бы ты за это хотела получить? Первое. Тебе отрежут руку. Второе. Ты несколько лет будешь спать с человеком, который... Спать в прямом смысле этого слова. Который тебе, мягко говоря, неприятен. Представь себе самого мерзкого мужика, может, женщину, которая только есть, и ты будешь с ней находиться в отношениях. Третий вариант какой? Третий вариант – это отказ от финансов и всё, что с ними связано. У тебя нет денег. Что бы ты ни делал, ты всё будешь делать бесплатно. А тут нельзя выбирать один вариант. А это что за тест такой? Ты что захотела? Вот смотри. Вот ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Цель теста какая? Что понять про меня? Ты всё знаешь. Вот есть три линии. Что произойдёт в твоей жизни? Ты за каждую из них чего бы ты хотела? Я волшебник могу исполнить. Ну, бесплатно буду работать, интервью записывать, что делать-то теперь. Это третий пункт. Ты отказываешься от денег. Да? За это ты что хочешь от меня получить? А что ты мне предлагал? Я же говорю, всё, всё, что ты хочешь. А, ну, всё, что я захочу, там, я не знаю, дом, пожизненное обеспечение, поездки, там, всё. Деньги мне не нужны. Мне нужны продукты. То есть натуральный адмир. Ну, вот, Алён, по тестированию... Потому что я хитрая просто. Я поняла, что раз я всё могу себе заказать, то я могу бесплатно работать. Да, ты хитрая, безусловно, но ты смотри, ты подписалась на три очень сложные вещи, обеспечила себе исключительно комфорт. Да. Что произойдёт с этим комфортом через 3-4 года? У тебя начнётся депрессия и апатия. Не факт. Потому что реализация других личностных качеств, факт, Алён, она у тебя будет деградировать. Твои амбиции будут не удовлетворены. Даже если представить чисто гипотетически, что завтра я тебе построил дом на берегу моря, и ты лежишь такая вся, загораешь, через 5 лет край, максимум, потолок, ты начинаешь сдохнуть от скуки, потому что реализовываются другие факторы. Вот эти три линии, если бы мы долго сидели, я бы тебе объяснял всё. Но это ты всё будешь делать на своей платформе, я так понимаю, таким, как я, кто к тебе зайдёт. Провокативный колчинг – это исключительно для личных встреч. А вот на платформе ты можешь зайти и посмотреть, как стать звездой реалити-шоу, как пройти собеседование, как иметь, скажем так, некую психологическую защиту от семейных каких-то манипуляций. То есть там это абьюз, вот эти все эти истории. Потом, как управлять своим гневом, как делать так, чтобы твои провокации работали и давали положительный, а не отрицательный результат. И т.д. и т.п. А теперь самый главный вопрос. Сколько будет стоить доступ на этот замечательный сайт? Тысяча-полторы тысячи рублей. Да, 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 да. И всё, и ты всё узнаешь? Нет, не всё. А почему так дёшево? Я вот тут беседовала с гостями, которые по сто тысяч там за час просят каких-то своих онлайн-уроков, коучинга. Я не хочу зарабатывать. Честно сказать, деньги мне нужны для того, чтобы у меня было время и силы, для того, чтобы развивать этот ресурс. Но мне бы хотелось иметь такой ресурс, который был бы, ну, скажем, такой сложный, альтернативный таким сайтом, как ТикТок, Ютуб, Инстаграм. То есть чтобы люди заходили и не смотрели вот это вот высокохудожественные и глубоко интеллектуальные видеоролики, а вместо этого смотрели другое, возможно, нудное, долгое видео, но оно приносило пользу. Это будет твой единственный источник дохода? Это вообще не про доход. Или ты задумываешься ещё о чём-то? Чем ты будешь заниматься после Дома Два? Где ты будешь зарабатывать? Скажи мне, пожалуйста, вот ты задаешь этот вопрос, мне даже мурашки по коже побежали. Ты реально думаешь, что я как ведущий не смогу найти работу нигде, кроме Дома Два? Этот вопрос ты сам произносишь сейчас. Я же такого не говорю. Я спрашиваю, где ты будешь зарабатывать? Мне интересно, куда ты пойдёшь? На данный момент у меня есть несколько предложений, которые уже переросли в некие, скажем так, обсуждения. Просто я не могу не сказать ничего конкретного, потому что у меня нигде не подписаны бумажки. Я могу сказать, что я буду работать там-то, там-то, когда у меня будет подписан договор, и когда мы будем понимать, у меня зарплата такая, график такой-то, формат программы такой-то. Вот тогда я уже могу сказать. Плюс, честно скажу, я немножко нарушаю правила, скажем так, современного шоу-бизнеса, телевидения, и выхожу с какими-то людьми на связь сам. Не все, скажем так, ну не всегда это получают. Например, совсем недавно я, не знаю, мне кажется, в этом нет ничего такого, чтобы я там в этом признался, зашёл в Инстаграм Николая Картозия. А, написал ему. Написал ему, да. Потом с помощью моей номера телефона написал ему WhatsApp. Просто он ни там, ни там не прочёл. Ну как бы ладно. У тебя есть шикарная возможность обратиться здесь к нему, к Николаю. Да нет, я сделал всё, что я считаю, ну как бы всё, что я могу. Дальше уже как бы просто наглость с моей стороны, звонки там ещё что-то. Да, то есть я к чему это говорю? К тому, что бывает так, что я и сам проявляю инициативу и пытаюсь выйти с людьми, с которыми я вижу какое-то перспективное сотрудничество. Если получается выйти, потому что были люди, с которыми я получился выйти, мы сейчас ведём переговоры, мы разговариваем, мы общаемся. Есть люди, с которыми не получилось. Это жизнь, это судьба. Сегодня одно, завтра другое. Я считаю себя профессиональным ведущим. И я считаю, что я могу существовать и работать не только в рамках Дома-2. У меня просто нет возможности на данный момент показать, что я могу, потому что нет другой программы. А так я весьма гибкий. Я могу быть совершенно, скажем так, ну, не таким резким, не таким агрессивным. Могу быть помягче, могу быть ещё пожёстче. Могу быть разным. Как ты думаешь, всё-таки бэкграунд Дома-2 этого проекта помешает тебе в поиске какого-то другого своего, не знаю, предназначения, места работы? Ты знаешь, я считаю, что мы живём в современном мире. И в современном мире люди оценивают то, что ты делаешь, то, что ты можешь делать. И плюс, извините меня, Дом-2 не является каким-то клеймом и чёрным пятном. Ну, а почему же тогда так от него открещиваются? Та же Ксения Собчак там говорит, перестаньте мне напоминать про Дом-2. Ещё там кто-то. Они открещиваются не от Дома-2, они открещиваются от своего прошлого, это как вот некоторые люди стесняются себя в детстве и открещиваются от своего детства, а никак не от Дома-2. Плюс ввиду того, что это своеобразный популизм, они хотят это одобрение. Они не хотят, когда ты хочешь, чтобы люди забыли, допустим, что ты связан, вот представим, что ты завтра перестала вести Алену Блин, да, и ты хочешь, чтобы про это все забыли. Ты не будешь об этом говорить, забудьте, что я вела Алена Блин, забудьте, вы ещё не забыли, а вы, ты, ты ещё не забыл, забудьте, что я вела Алена Блин. Вот так вот ведут себя, когда хотят, чтобы забыли про то, что ты была, про это интервью. Нет, про это перестают говорить. А так это просто вот, ну, как бы попытка лишний раз, я себе напомню, хайпануть на проекте. Дом-2 для неудачников это чёрная метка, безусловно, потому что это самая удобная позиция. Вы знаете, ах, я бы с удовольствием пошёл работать куда-нибудь, и вот туда, и вот сюда. Не берут. Не потому, что я тупой, не потому, что у меня нет талантов, не потому, что я ленивый. Нет, потому что я снимался в Доме-2. Про тебя, на самом деле, не так много информации в том же самом личном плане, там, что есть твоя какая-то история, но толком ничего не известно, что сейчас у тебя происходит. Но начнём с самого начала. Сейчас ничего, могу сказать тебе сразу откровенно. Подожди. Почему тебя так бесят и раздражают вопросы о смене твоего имени и фамилии? Вот я видела твое интервью, где девушка задала тебе вопрос. Ты при рождении был назван, там, у тебя было имя... Виктор. Виктор. Подожди, фамилию я забыла. А фамилия никто не знает. Голунов, Голунов, да? Нет, это четвёртая фамилия. Тебя звали Виктор Голунов, сейчас ты Влад Кадони. Ты невнимательно смотрел моё интервью, что ли? Внимательно. Ты эту девочку отчитывал 20 минут за этот вопрос. Не отчитывал её. Я обратился к зрителям, к людям и говорю, ещё раз, Голунов, это моя четвёртая фамилия. Четвёртая. Хорошо, давай мы не будем... Похождение вообще было другая. Мы не будем повторять всю эту историю. Понятно, что у твоей мамы было несколько мужей, ты брал их фамилию, четверо мужей, потом остановил, тебе не понравилось, ты взял другую. Почему ты имя изменил? Ну, с именем, потому что тоже связано... С именем как раз достаточно такая сильная антипатия у меня была. К имени Виктор? Да. Почему? Здесь немножко, ну, так условно, с точки зрения психологии, не совсем правильно повела себя бабушка. Потому что в какие-то определённые моменты она формулировала... Не так, в какие-то определённые моменты она формировала в имени Виктора определённый образ, который вступал в мой личный конфликт. То есть она никогда не говорила, ты там неправ. Она говорила, вот ты неправильно поступил, а вот Виктор не так бы сделал. Плюс у меня была такая небольшая, сейчас можно говорить, психологическая травма. Это я уже когда копался, в этом разбирался уже. Дело в том, что меня назвали в честь моего деда-танкиста. Но узнал я это при жутких обстоятельствах. Я ещё не ходил в школу. Тогда ещё фильмы про войну показывали достаточно... Ну, не только на 9 мая, а достаточно часто. Я не помню фильм этот фильм. Я помню только фрагмент, как я стою маленький. Дома была бабушка, мамы не было. Была, видимо, на работе. Такие воспоминания достаточно эпизодические. Я помню фрагмент, как показывают сарай, которых загоняют людей фашисты, поджигают его, языки пламени, и они там орут, вот, ну, как бы, людей сжигают заживо. Я вот такой вот шкет, который даже в школу ещё не ходит. У меня шок. Я никому ничего не говорю. То есть, ну, как бы, я понимаю, людей убивают. Ну, вот, я это всё понимаю. Ну, не так глубоко, как сейчас, будучи взрослым человеком, но ребёнком, мне хватило. Я несколько дней, ночей точнее, вообще не мог спать. То есть, меня мучили кошмары, я постоянно плакал. Никому ничего не говорил. Потому что, опять-таки же, бабушка меня всегда воспитывает. Ты мальчик, не должен жаловаться, не должен никому ничего говорить. Всё терпи, всё сноси, там, и т.д., и т.п. Поэтому, чё, ну, я терплю, я сношу. Но, как бы, меня достаточно сильно клинило. И в определённый момент я просто уже не выдерживаю, да, и со слезами уже, там, с истерикой. Я уже бабушке, там, говорю, вот там людей убивали, тыры-пыры. Взрослый человек должен был иначе мне всё это объяснить. Мне же начали рассказывать про фашистов, про моего деда, танкиста, в честь которого меня назвали. И у меня вот это всё с детства сплелось вот в некую такую форму... Да, мой дед Виктор – это герой, он побеждал злодеев, но это имя начало ассоциироваться вот с этой всей, мягко говоря, непозитивной историей. А как тебе, подожди, должны были про это рассказать? Я так и не поняла, что рассказали. Как что? Что были фашисты, которые убивали... Были фашисты, убивали людей... Сжигали мирное население. Великое отечество, немирное население, живых людей. Вот представь, баба Нюра, которая сидит у подъезда, вот пришёл плохой дядя, закрыл её в комнате и поджёг. Мне 7 лет нет. Баба Нюра, которую я вижу каждый день, мне только что говорят, что её сожгут. Ну, как бы, ну, так себе история. Естественно, это формирует определённые... Дальше какие-то определённые вещи ещё вот там. Ты вот так себя ведёшь, а Виктор бы вёл себя иначе. Ты вот, может быть, она имела в виду и не деда, в смысле, не меня, а имела в виду деда, как бы, да, как некий образец. Но это детство. Вот у меня в памяти всё это сформировалось. Дальше это всё ушло в подсознание. Спустя там какое-то время я уже начал анализировать, разбираться. Дальше это ушло всё в подсознание, и у меня каждый раз, когда я слышал Виктор, меня прям вот... А слышите, извините меня, Виктор в школе, там, ещё где-то. Это же регулярно, это же постоянно. Ладно, одноклассники, Витя, Витя, как бы, да, ещё там называли, это одна история. Всё к доске, в каких-то официальных мероприятиях везде слово Виктор. Дальше... Это правда, что ты не откликался на это имя, когда тебя звали. То есть не откликался? Ну, я про тебя прочитала, где-то ты говорила, что ты не откликался. Нет, я... Ну как вот не откликался? Не откликался, это когда-то, типа, у тебя психика, она блокирует эту историю. Нет, я слышал. Возражал против имени, хотелось меньше, что в переходный возраст. Был такой период в переходном возрасте, когда, да, я бастовал всё конкретно. Но мне тогда чётко сказали, что вот те 18 лет, когда исполнится, будешь выпендриваться. Хоть, неважно как, назовись. Пока 18-ти нет, вот у тебя есть всё, ты Витя. Поэтому как только 18 лет исполнилось, я хотел менять своё имя, но просто так случилось, что мне уже как бы... Мне предложили работу в Москве, я уже туда переезжал, как бы, да, у меня были свои планы, а все эти документы, ЗАГСы, ШМАГСы, ну, мы понимаем, это Новосибирск, по месту прописки. Поэтому я это отложил, чуть позже я это сделал, поменял все полностью. Фамилия Кадони, я так понимаю, что это обозначает? Фамилия Кадони, да, это эзотерическая история. Как бы так объяснить? Просто у меня вот в период определённой моей жизни я очень сильно изменил отношение к разговорам на эзотерические темы на телевидении и вообще при камерах. Достаточно в кардинальную сторону. Ну, переоценка ценностей определённых, как бы, да, и... Поэтому сейчас сложно... Ну, в принципе, это есть в доступе, да, а Кадони вообще переводится с эзотерического языка как чернокнижник, но эта история не про... Как сказать? То есть, когда мы слышим слово чернокнижник, мы что представляем? Да, это вот как в фильмах, да, там, ворожей, там, что-то колдует, и т.д. и т.п., на самом деле эзотерика, как бы, она немножечко ближе к искусству и ближе к культуре. И вообще чернокнижье пошло от греховных книг. То есть считалось, что у каждого... Ну, не у каждого человека, да. Есть, допустим, не знаю, записная книжка с номерами телефона, понимаешь, да, о чём я говорю? А есть там всякие книги бухгалтерские, допустим, где чёрная бухгалтерия, называется чёрная там бухгалтерия, да. Есть книги должников, там и прочее. Они все вот в общем своём понимании считались греховными книгами, называется чёрная книга. Это те книжки, куда люди записывали все самые страшные свои тайны, чтобы не забыть. Где закрытые, зарытые деньги, где ещё что-то. То есть самое вот такое вот, ну, сосредоточение. Если ты берёшь такую книжку, ты при чёрном мог понять абсолютно всё. И чернокнижниками назывались те люди, которые могли понимать, разбираться в этих пороках. То есть я мог взять твою книжку и знать всё про неё. Но ты так уводишь от чёрной магии, которая всё-таки ассоциируется с чернокнижниками, они же занимаются. Ну, это есть такая история, просто это, скажем так, определённый период моей жизни, который остался позади. Эзотерика полностью, вот это лично моё... Знаешь, это эзотерика сейчас, а не чёрная магия. Потому что чёрная магия это практика, и это наведение там порч, сглазов, и т.д. и т.п., и вообще вот рассуждение на эту тему, да. А эзотерика это всё вкупе и в большей степени не практическая составляющая, а теоретическая. То есть, допустим, ЗАР, это эзотерика. Хотя это книга, но по большому счёту. Послушай, ну вот если взять историю твоей семьи, то везде указано, что твоя мама Елена была потомственной сибирской ведьмой. Ну и сейчас она не является, я так понимаю. Или ты вместе со своим прошлым и... Нет, почему она является, по-прежнему всё у неё, всё хорошо. Она всю жизнь занималась этой деятельностью. Я думаю, что она всю жизнь не будет этим заниматься. Это её дар, это её талант. Она делает сумасшедшие вещи. Она меняет людей за одну встречу так, что их люди потом не узнают. Ну, в хорошем смысле этого слова. Скажи, а когда ты понял, что твоя мама ведьма? Ой, я ещё маленький был. Я прекрасно... Ну как вот у вас с ней разговор состоялся? Она сказала, знаешь, Витя, я... В те времена, слушай, к нам просто приходили какие-то посторонние люди. Приходили, какие-то плачущие уходили. Я не понимал, какие-то предметы, ещё что-то, где-то как-то. Мне всё... Не лезь, не лезь, не лезь, не лезь, не лезь, не лезь. Потом я подрос, мне уже потихонечку мам всё объяснил. Всё. Когда я уже был, ну, более-менее при мозгах. В вашей семье она одна этим занимается или ещё кто-то был? Наши потомственные, я так понимаю. Нет, почему? Там достаточно развитая, скажем так, линейка родственников. В основном, это женская линия. То есть я как бы по большому счёту, да, и не вписываюсь в эту историю, потому что я мальчонка. А эта история была, она вся по-женски. Ну, вот она тебе говорила в детстве, не лезь, не лезь там, да? А когда она всё-таки тебе уже объяснила, чем она занимается? Ты помнишь этот разговор и твою реакцию? Ты знаешь, здесь сложно ждать какую-то реакцию по одной единственной причине, что для меня мать это всегда было нечто особенное и безоговорочное доверие. Даже если бы она мне сказала, там, не знаю, что она общается с инопланетянами, я бы в это поверил. Это было безоговорочно. Абсолютно всё. Я как ребёнок не просто любил, она была главной, наверное, авторитет в моей жизни. Вот если посмотреть, да, даже с психологической точки зрения, посмотреть за ней, понаблюдать на видео и понаблюдать на видео за мной. Мимика, жестикуляция. Она очень уверена в себе. Манерность и горотоном мы очень похожи. Потому что всё моё детство, она была моим главным авторитетом. У меня не было мужского авторитета, по сути, да, потому что, ну, для меня те мужчины, которые появлялись в её жизни, да, я их не воспринимал как авторитетом. Она была абсолютным авторитетом для меня. И вот это вот копирование бессознательное, это же самый главный показатель моего личного отношения. А я прям как под копирку. Мой брат, он так не общается с людьми, как я. Мимика, жестикуляция, это всё видно. Она в своём интервью рассказывала, что её детям передались способности. Про себя она говорила, что ты специалист по миру мёртвых. Я не готов комментировать то, что касается эзотерики в моей жизни. Всё осталось за кадром. Всё там. А чего ты боишься? Почему ты не готов комментировать? Скажи. Я ничего не боюсь. Что тебя так напрягает в этих разговорах? Я тебе могу объяснить. Я совершил огромную ошибку в своё время, когда решил, что благодаря эзотерике я могу стать известным. Это была моя главная ошибка. Ты пробит твою экстрасенсу. Совершенно точно. Да, я пошёл не искать себе место в своей мечте, потому что я там классный, интересный, харизматичный, а пошёл, называется, торговать святым. Это была самая главная моя ошибка, которую я понял слишком поздно. И сейчас я не собираюсь разговаривать на эту тему. Это было совершенно... У меня цель была такая. Если бы у меня была какая-то другая цель, помочь людям, рассказать о своих талантах, да, это одна цель. Когда ты идёшь на такую программу, общаешься с людьми, делаешь вид, что ты хочешь решить их проблемы, а сам исключительно тешишь своё тщеславие, это превращается в порог. И от этого порога я сейчас избавляюсь тем, что всё, вот есть я, Влад Кадони. Я телеведущий, я занимаюсь психологией, я, в принципе, интересный чувак. А всё, что касается эзотерики, это в разряд религии. Это моё личное, оно вот там, и вас это не касается. Ну вот видишь, от Дома-2 ты открещиваться не собираешься, а от битвы экстрасенсов открещиваешься. От битвы я открещиваюсь. Ну это же, вот ты рассказал, что это твой опыт с эзотерикой, ты за счёт этого попытался стать популярен. Это была не проблема битвы, это была моя личная проблема, это была моя личная мотивация, то, что битва экстрасенсов, она приглашает экстрасенсов, чтобы те помогали людям. А я туда шёл не помогать людям, а шёл туда заявить на всю страну, что я классный Влад Кадони. Понимаешь, это не их проблема. И я не открещиваюсь, я дважды участник битвы экстрасенсов. И я горжусь тем, что я участвовал в этом легендарном проекте. Дома-2 точно такая же история. Чего мне открещиваться? Это легендарный... Я участник и ведущий легендарных проектов на Отечественном ТВ. Почему на битве экстрасенсов у тебя не сложились отношения с Сергеем Сафроновым? Про это говорили много. Про твои конфликты с ним. Да как? Ну, я не могу сказать, что они прям не сложились. Ну, что происходило между нами? Между вами? Обычная антипатия. Но бывает, вот ты человека видишь, и он тебе не нравится. Всё. Ну, с чем связано? Да ни с чем. Действия его, разговоры какие-то. Вот так же Рустам Солнцев, понимаешь, когда пришел на Дом-2, он меня встретил, сказал, чувак, я тут давно, я старичок, я король этого проекта, я тебе помогу, всё, поддержу тебя, всё, будь рядом со мной. Доля секунды антипатия возникла. Хотя ничего плохого мне человек не сказал. Он её почувствовал, и исходя из этого, у нас уже в дальнейшем были некоторые сложные взаимоотношения. Здесь тоже доля секунды антипатия возникла. Всё. И дальше как бы это антипатия. Плюс мы же общались-то исключительно на каких-то съёмках, мы с Серёжей никогда не виделись там за кадром. У нас не было возможности, как сейчас мы с тобой сидим и общаемся. Я захожу в кадр, мы общаемся. Я вхожу из кадра, мы не общаемся. Тогда как ты понял, что возникла какая-то антипатия? Он, в принципе, скажем так, очень, если посмотреть все сезоны, мы очень хорошо увидим, как Серёжа в каких-то моментах за счёт, вот скажем так, слабых, молодых парней, слабых, которые видятся, выглядят, скажем так, слабыми, он иногда самоутверждается. Всё. Ну, как бы вот так. Я был тогда... Ты вспомни меня, господи, обнять и плакать. Вот такой тощий мальчонка. Я весил 45 килограмм. Кому скажешь, не поверит. Ну, что я там... И говорил так, как будто я вот-вот сознание потеряю. Смотрел ли ты многочисленные разоблачения? И что ты думаешь о них, в частности, например, о фильме «Идущий к чёрту»? Так, давай по порядку. Значит, первое, значит, по поводу «Идущий к чёрту». Экстрасенсов нет. Ни за какие деньги я не скажу, кто автор этого заказника. Это заказник? Это моё личное мнение. Давай вот так. Это очень интересное личное мнение. Мне не нужны проблемы, поэтому я откровенно говорю, это моё личное мнение. Тогда не называя имён. Цель этого фильма, заказника, какая? Уничтожение проекта «Битвы экстрасенсов». Кому выгодно это? Ну, ты подумай. Ну, нет же даже конкурентных шоу, а есть одна битва экстрасенсов. Конкурентных шоу нет. Кому? Зачем? Давай так. «Битва экстрасенсов». К чему никто не заказывает расследование там «Страшные тайны поля чудес» или там ещё как-то. Ну, нет, это вот прям... Блин, как бы так вот, понимаешь, я просто... Давай так. «Битва экстрасенсов», точнее, не сама «Битва экстрасенсов» как шоу, нет. Её выпускники своими, скажем так, дел... Нет, всё, короче, я никак это не скажу, чтобы это... Нахрен мне это надо, Алён, ты чё? Куда ты пошёл? Меня потом найдут, не пойми где, понимаешь? Нет, ты никого не называй, ты просто мне скажи. Это заказник, да? Окей. Это моё личное мнение. Это выгодно конкурентам. Конкурентов, убитых экстрасенсов нет. Вот кому понадобилось уничтожить это шоу? Ну что, так, не знаю, к какому-то православному братству или... Ага, церковь заказала, церковь заказала. Я такого не говорил, Алён. Это твои домыслы. Это я уже просто перебираю. Ну это твои домыслы. Я не знаю. Я такого не говорил. Ты не допускаешь мысли, что это журналистское расследование? Алён, ты журналист? Я журналист. У тебя образование... Я про тебя тоже читал. Да. У тебя образование журналистское. Ты смотрел «Идущий к человеку»? Конечно. Вот так вот я смотрела с вот такими глазами. Вот так это тебе интересно было. По законам журналистики там никаких нарушений нет, тебе не кажется? Где вторая сторона? Где вторая сторона проблемы? А, подожди, какая вторая сторона проблемы? Смотри, там автор фильма задается вопросом, существуют ли экстрасенсы? И что из себя представляет шоу «Битва экстрасенсов»? Задается вопросом. Значит, есть варианты, понимаешь? А когда человек говорит, слушайте, это точно все Г, без вариантов. Но давайте на всякий случай проверим. Это не журналистское расследование, это раз. Второй момент. Ты меня простит. Подожди, там момент, когда приходят они к ним вот эти вот как их называют, магии экстрасенсов, которые с закрытыми глазами, помнишь, кадры из фильма с закрытыми глазами, которые могут видеть. И когда он им перекрывает просто вот эти вот то, что у них на лице. А это какое отношение к битве-то имеет? Это просто какие-то там он взял каких-то людей до кучи в интернете? Почему каких-то людей? Тех, которые потом идут на кастинге. Это и битвы экстрасенсов. Нет. А в вторую сторону? Они потом идут на кастинг. Это все... Смотри, еще раз. Вот давай так. Первое. Журналистское расследование, это, на мой взгляд, это не журналистское расследование, нарушает правила журналистики. Второй момент. На опеке мое личное мнение. Второй момент. Я с телеком все-таки немножечко имею какой-то определенный опыт. Я склейки вижу. Склейки вижу. Хорошие есть качественные склейки, а есть некачественные склейки. Качественные и некачественные склейки отличаются подменой смысловой. Я тебе точно так же могу сказать, да, это касается чего угодно. Наше интервью с твоими вопросами, со всеми делами, можно тоже правильно нарезать, и будет совершенно другой смысл. Ален, и ты обалдеешь, и я обалдею от того, что мы увидим на экране. Я ни в коем разе там не хочу ничего говорить против этого фильма, как бы, да. Для меня, лично, мое мнение, это большая подлость, и это показывает, на что способны люди ради денег, как бы, да. Подлость. Подлость, конечно. Я считаю, что любой заказник, а на мой взгляд и мое личное мнение, что это заказник, это подлость. Все. По поводу... Подожди, экстрасенсы существуют? Ален, вот ты смотрела программу? Конечно, я просмотрела все четыре серии. Хорошо. Они задаются на протяжении всех серий вопросом, правда ли это, существует ли это, и планомерно демонстрируют доказательства, что этого нет. Ален, ты сейчас про кого говоришь? Кто демонстрирует, что этого нет? Ты сейчас про что вот мне говоришь? Я говорю про фильм, идущий к черту, где доказывается, что это разводняк, аферисты, все эти экстрасенсы, ведьмы. Значит, фильм, идущий к черту, пусть, собственно говоря, идет по той дороге, которую он выбрал в названии этого фильма. Значит, разбираемся по поводу битвы. Вот скажи мне, пожалуйста, приходит, вот представим, что это испытание, да? Вот ты девочка, я прихожу экстрасенсы, я тебе говорю какие-то вещи, а ты потом сидишь и говоришь, откуда он знал? Я это никому не говорила, это нигде нельзя было узнать. Вот там совершенно недавние истории, что подкопали к могиле, про кого-то была история, не помню, честно, да? Подкопали к могиле какую-то часть там, не оберег, а там талисман какой-то, да? Подарили, про девочку была история. Никто про это не знал, девочке стыдно было признаться, никогда никому об этом не рассказывала, об этом узнали. Как? Но потом в этом фильме, кстати, идущий к черту и объясняется. Потом эти люди вспоминают, что они незадолго до этого общались с редакторами программы «Битвы экстрасенсов», которые у них выясняли все до малейшей подробности, и у них тогда не возникло даже мысли, что это потом будет использоваться. Вот это, кстати, история, которая требует очень серьезной проверки, на самом деле. Потому что вот эта вот история в деталях, что-то там выясняется, ну это какая-то такая кичевая история. Кичевая. Ну, ты знаешь, любой... Вот смотри, мы снимаем программу, да? Я должен позвонить или приехать, хотя бы с тобой немножко поговорить перед тем, как ты войдешь в кадр, чтобы понять, может, ты, ну, сумасшедшая фанатка, которую чешешь, на самом деле, ну как бы нет самой, нет никакой истории. Или, допустим, я не знаю... Ну, короче, много случаев в любом раскладе ты должен понять, что за человек у тебя войдет в кадр. Детали там никто никогда не спрашивает, ничего не выясняет. Это все, ну... Это красиво. Ну, а почему люди-то тогда рассказывают, которые принимали участие в битве экстрасенсов, и которые признавались, что мы только потом поняли, откуда все это знал вот этот человек, экстрасенс, маг, потому что мы все это рассказывали редакторам программы. Алёна, вот смотри, приходит герой с программы, да? Его удивили. Он как бы под определенными впечатлениями. Но сомнения в любом случае есть, потому что это вечный вопрос. И когда появляются рядом люди, которые начинают подтачивать эти сомнения, которые начинают как бы тебе доказать, да тебя развели, да тебе то объяснили, да ты там то, да ты там все, и потом тебя оставляют. Ты начинаешь с этим вариться. А потом тебе звонят, и начинают типа брать интервью. Алёна, ну это же психология чистой воды. Вот на самом деле... В общем, честно скажу, это достаточно неприятная история, и комментировать её даже по большому счёту смысла-то никакого нет. Битва экстрасенсов за столько... Вот всё, что угодно можно про неё говорить, про какие-то разоблачения. Если так по-хорошему, я вспоминаю себя, когда я там был... Это же битва экстрасенсов, это первый проект, на который я вообще на телеке пошёл. И я когда туда шёл, все мои друзья мне говорили, у тебя бабок нет, ты ни с кем не трахаешься, кто тебя возьмёт на эту программу? Ты что, ты правда веришь, что на телек можно прийти на кастинг, тебя возьмут в какую-то программу? Я только... Мне один человек сказал, слушай, если ты хочешь, ты попробуй, но ты один день потратишь, но не получится, ну прикольный опыт, понимаешь? Я тоже туда так шёл. В результате я прошёл одно отборочное, второе отборочное, третье отборочное. Попал в десятку, начал идти, собственно говоря, да, ну там перед финалом срослось, я вылетел. За это время никто не попросил у меня ни копейки, никто там не сказал, что там ты кому-то что-то должен. Я просто отснялся в программе, потом разорвал договор, и я пошёл. Всё, я сам лично в этом участвовал. Дальше, извините меня тоже, история про блат, про бабки. Ребят, я работаю, ну как бы по сути, на телеке много лет. Вы что считаете, что если бы вдруг я захотел, да, вот я же получается, как бы хорошо знаю, как бы и канал, хорошо знаю тех, кто делает этот проект, я там дважды участвовал. Если они там все так берут бабки, можно купить, как вот это рассказывается на каждом шагу. Что я не купил-то? Наверное, у тебя бабок не было. Я, Ален, вот если надо, да, вот как у всех там, для статуса, неважно для чего, вот мне надо, я же там дважды участвовал, значит, надо было, правильно. Явно я туда участвовал, я хотел ручульку-то взять синенькую, вот логично же, по-моему, да? Что ты думаешь, я бы денег не нашёл? Ален? Ну, значит, ты чем-то другим взял, значит, у тебя все-таки были какие-то способности. Ты заведомо, у тебя есть определённая версия, и ты к ней склоняешься. А я всё-таки пытаюсь смотреть объектив. Потому что ты перевернул в другую сторону про участников этого шоу. Я тебе говорила про тех, на ком испытывали всё это, вот эти семьи, в которые приходят эти маги-экстрасенсы. Вот кто там, в основном, пострадавший. Ален, там нет пострадавших? Ты знаешь, я тебе могу сказать, что битва экстрасенсов, помимо того, что это уникальный проект, ты никогда не задумывалась, что они в одном сюжете, в одном испытании, помогая людям, поднимают массу, незаметно, массу очень важных социальных вопросов, дают им объяснение и задают эти вопросы обычным людям, обычным зрителям. Это не просто история. А ты можешь привести какой-нибудь пример? Потому что всё в основном, что я там вижу, это приход какого-то чёрного-белого мага-экстрасенсов в семью, где что-то случилось, и его вот эти вот там, вижу за тобой кого-то, там, я не знаю, в чём-то тут какая-то социальная и психологическая подоглубра. А я вижу другое. Вот я вижу другое. Я вижу экстрасенсов, которые говорят, слушай, ребят, вы тут как бы бухать переставайте, и тогда вам всякие чёртики приходить по ночам переставают. Так это и без экстрасенсорики понятно. Вот это без экстрасенсорики понятно, а вот кому понятно? Алён, посмотри внимательно программу, ты поймёшь, что это далеко не мракобесие, но по большому счёту. Ты говоришь, посмотри, я смотрела все сезоны, а потом я посмотрела фильмы, идущие к чёрту. Ну, очень жаль. Вот очень жаль, на самом деле. Хорошо, во что ты сам веришь, скажи мне? Вот магия и экстрасенсорика, и всё это понятие, это огромное, там есть разные разновидности. Во что ты лично сам веришь? Что есть? Для чего? Что существует? Если Бог, экстрасенсор существует. Бог для меня есть. Бог для тебя есть. А если религия, религия для меня есть. Если эзотерика, эзотерика для меня есть. Всё это есть. Безусловно. Имеем ли мы на это право? Вот в чём вопрос. Потому что, на мой взгляд, человечество, конечно, безусловно, оно эволюционирует, оно развивается. Душевность становится иной. Ценности нас меняют, и это нас немножечко отдаляет от вот этого всего, что, скажем так, имеет большую ценность. Скажи, а какими способностями сейчас ты обладаешь? Я, конечно, тебя достала уже этим вопросом. Да, да, да. У меня есть уникальная способность, я не отвечаю на вопросы, которые я не хочу отвечать. А я думала, ты какое-то предсказание сейчас делаешь. Что ты увидишь там кого-нибудь? Нет. Нет, да нет. Вот поэтому вы все избегаете разговоров об этом. А кто вы все? Я давно не... Да кого не спросишь из всех, экстрасенсы, маги. Как только включается камера, способности пропали, я не разговариваю, энергию мою пожирают, все, отстаньте от меня. Хорошая провокация, вопрос только в том, что я недавно не позиционирую себя как экстрасенс. Это как бы, ну... А разве способности пропадают куда-то? Практика во всем важна, практика во всем нужна. То интервью, которое ты запишешь десятым в этом месяце, и то интервью, которое ты запишешь первым спустя перерыв в несколько лет, это будет два разных интервью. Но подходим мы к не менее интересной теме. Твоей личной жизни, о которой все обсуждают. В интернете, опять же... Самая неинтересная тема, да. В СМИ ничего не найдешь, кроме каких-то разоблачений. Пишут, что ты гей, что ты это скрываешь, пиар-романами, какие-то истории про твои романы с участницами Дома-2. С Ольгой Орловой я даже видел какие-то забросы. Это зачем тебе надо было сказать? Какие забросы? Мы с Олей всю жизнь... Ну, как всю жизнь? Сколько мы знакомы, да? Мы дружим, мы хорошие там друзья. Почему писали, что у вас роман? Это не мы писали. Но мы там... Я зайду к ней на страничку, лайкну, сердечко ей напишу, как бы, да? Где-то мы там приобнимемся, где-то там еще что-то. Все. Никто из нас, ни Оля никогда не говорила про меня, что я ее мужчина. Я никогда не говорю, что Оля про меня, что Оля женщина. То есть есть какие-то там домыслы, додумки, пиар-романы. Я человек, который много лет свою личную жизнь вообще никак нигде не демонстрирует, нигде не выставляет, ничего не делает. О каких пиар-романах идет речь? Была там история с участницей Дома 2. Она была очень скоротечная. Да, действительно, там была какая-то искорка. Мы пообщались, мы поняли, что мы друг к другу не подходим. Все. Это очень быстро. Не, она классная, она умная, она прекрасная, но просто мы друг к другу не подходим. О каких пиар-романах идет речь? Для меня это вообще как бы... У меня в Инстаграме лишний раз, там лишнего поста ты не увидишь, а тут пиар-романы. Наоборот, я всего от этого как бы очень сильно отстраняюсь. А по поводу там того, что говорят... Разоблачение. Разоблачение, все эти притянутые, не пойми за что. Ну, понятно. С одной стороны, я сам даю почву. Какую? Когда человек не рассказывает про свою личную жизнь, как бы, ну, естественно, там начинают люди додумывать. Он, наверное, что-то скрывает. Но еще и участники Дома-2, непосредственно, кто там внутри у вас находится, еще какие-то устраивают тебе такие небольшие. Там Евгения Кузина этого взять, который прокомментировал твои отношения с еще одним участником Дома-2, Антоном Бекушевым. Он сказал, что вас связывают любовные отношения, ты его протежировал, ты ему там помог куда-то попасть. Что это такое было? Что у вас там за разборки такие? Женя, во-первых, он так шутит. Я понимаю, что это звучит дико. Да, он так шутит. Поэтому я как бы предпочитаю с ним не общаться, потому что я считаю, что это шуточки зашкварные. Но когда вот с ними читаю, я пошутил, ха-ха-хихи. Это бесполезно, абсолютно. А второй момент, Женя все-таки относится к тем людям, которые вот одни из тех, кто после того, как я стал ведущим, да, это одни из тех людей, которые очень сильно расстроились и которые считали почему-то, что я занял именно их место. Бывшие участники очень часто именно этой темой сводили со мной счеты. Это пошло еще со времен Дома-2, со времен черного пиара, и всей вот этой вот истории, потому что очень сложно со мной было. Я был человек, который, ну, условно, мог переговорить любого из них, ну, кроме там каких-то определенных ситуаций, и практически никогда не подставлялся. То есть я всегда знал, как выйти от любой, как бы, тематики. И один раз в самом начале кто-то, я даже не помню кто, высказал в мой адрес на эту тему что-то очень резкое, ну, такое оскорбительное, и я очень болезненно на это отреагировал. Это была единственная тема, по которой я показал слабость. Вот как только я ее показал, все, она начала плодиться и размножаться моментально. Начали, потому что видели, что единственное, на что я реагировал. Мне могли говорить все, что угодно. кривой, страшный, беспонтовый, тупой, там, все, что угодно. Я на все, да, ха-ха, хи-хи, ха-ха, хи-хи. И только на одну тему я отреагировал, хотя не понимаю, почему там всех так удивлял, любой мужчина на эту тему отреагирует. Не хочется долго размусуливать, но, первое, понятно, бывшие участники, которые сводили счеты. Второе, это отсутствие личной жизни в социальных сетях. Сейчас, кстати, реальное отсутствие личной жизни. Вот хотел тебя спросить. И третье, это все-таки история из моего детства, опять-таки же, да, то, о чем мы разговаривали. У меня крайне доминантная мать, которая была, скажем так, таким вот для меня образцом, который я неосознанно копировал. Отсюда появилась там определенная и тонация определенная, манерность как бы, да. Но, опять-таки же, никакого отношения к коррентации не имеет. Но все эти вопросы, они совершенно точно не имеют никакого смысла, да, я уж тебе просто это объясняю, потому что тут кто во что верит. Будут люди, которые скажут, что можно подумать, при камерах он бы признался, точно нет, убрет. Потому что они очень хотят верить в эту версию. Будут люди, которые будут говорить, слушайте, зачем она вообще ему задает этот вопрос, как бы, ну, очевидно, что нет, как бы, если бы не так, как бы, он бы, ну... Не могу не задать. Да. Раз уж мы затронули тему личной жизни. Ты упомянул, что ты сейчас одинок. Да. Это период после каких-то длительных отношений или... это и период, и... Ну, помнишь... Или позиция по жизни такое тоже было? У меня позиция по жизни была совершенно другая. Одни мои отношения там около пяти лет, вторые отношения около семи лет. Ну, единственное, что с перерывами. Просто, наверное, так сложилось, что когда закрыли дом, и когда вот меня понесло, собственно говоря, и когда я начал отравлять жизнь окружающим, я понял, что мне какое-то время нужно поплыть одному. Все. Ну, и как так случилось. Ну, вообще, на самом деле, мы расстались загоди до этого. У меня были отношения. Вот закрытие проекта как-то повлияло на все это? Да, я же только что сказал. Что вместе с домом 2 ушли отношения? Нет, это дом 2, это как раз как бы повлияло на то, что я хочу закрыться от всех и побыть немножечко один. Тебе хорошо одному? Дико комфортно, да. Вот обозначь плюсы. Вот тебе одному и тебе в паре. В чем вот хорошо быть одному тебе? Одному это отсутствие каких-либо конфликтов. Нет, давай по-другому. Просто вот, давайте просто объясню, да. Любые отношения, вот взять любую женщину, которая строится на отношения, для нее это пытка. Это при любом раскладе. Вопрос только, когда я начинаю это понимать. Потому что, знаешь, есть такая песня даже холодным мужчинам и холодной женщинам. Слышала песню, не помню. Что-то там такая, как бы такая. Вот холодный мужчина это история абсолютно про меня. Ты холодный? Абсолютно. И в этом большая проблема. То есть как бы я не всегда тактильный. Я сам по себе очень такой вот, ну, холодный. Вот я не знаю, как тебе объясню. А кайзберг в океане? Ну, типа того, понимаешь? И любая женщина первоначально, как бы, да, она этого, ну, не замечает. Потому что вначале же всегда вот эта вот история, как бы, да. А потом с этим начинаются очень серьезные проблемы. И очень часто у вас это, у женщины, сильно распространено, вы путаете холодность и безразличие. Совершенно у вас это воедино. Нельзя это никак разлинить. Если холодный, значит безразличный. А то, что есть люди, ну, как бы, скажем так, подобного плана, вы как-то все имя мушей пропускаете. Были случаи, когда мне говорили о том, что да не нормально все, я все понимаю, как бы все будет хорошо. И через какое-то время ты понимаешь, что нет, она просто не способна с этим смириться. Ну, как бы, ей тяжело. У женщин вообще в этот момент как бы два варианта получается. Если она встречается с холодным мужчиной, первый вариант, это какой-то в определенный момент ее перестает устраивать, она идет на конфликт, и, ну, это ссора, а человек не может себя изменить. А второй вариант, она не идет на конфликт, потому что очень любит этого мужчину, начинает терпеть, начинает разрушать саму себя изнутри, потому что ей в этих отношениях некомфортно. Но еще третий вариант, она уходит к другому. А какой у тебя был из этих? Ну, к другому вроде, либо я что-то не знаю, от меня никогда не уходили. Расставания у меня были разные, это факт. Но все мои женщины это лучшие женщины, которые могли быть в этом мире. У меня ни к одной из них нет никогда ни одной претензии. Они просто не совсем в то время оказались в моей жизни. А они были публичными? Нет. Что ты тогда скрываешь? Можно было просто там кому-то рассказать. Что скрываю? Просто рассказать. Ты скрываешь личную жизнь, скрываешь, с кем ты встречаешься. А зачем мне отравлять этим людям жизнь? Вот зачем мне... Есть, смотри, идет девочка Маша. Вот она до сегодняшнего интервью просто шла по улице. А после, после того, как человек посмотрел интервью, она вдруг стала бывшая Влада Кадони. Ей-то зачем? Она мне позвонит и скажет, чувак, я с тобой давно не встречаюсь. Ты вот зачем? У меня там своя жизнь, что ты языком треплешь? Зачем? И будет абсолютно права. А я что в этот момент скажу? Ну, Алена заказала вопрос. Ну, ты знаешь, бывают разные ситуации, но все-таки что-то о каждом выплывает, да? Как бы ты не скрывал, как бы ты там эту Машу не хотела бы сберечь, все равно где-то на подруге ляпнула, подруга там еще кому-то, кто-то что-то написал в Инстаграме. Тебя же не найти вообще ничего и никогда. Что за такой уровень секретности? Есть, на самом деле. Есть. Кем была твоя последняя девушка, хотя бы расскажи? Последняя девушка была бизнес-вумена, назовем это так. А каким бизнесом она заведовала? Связанная с одеждой. Связанная с одеждой. Она из Москвы? Из Питера? Нет, она родом не из Москвы, но она живет в Москве. И ты ее скрываешь? Нет, мы с ней расстались. Бережешь? Мы с ней расстались просто. Но зачем мне о ней говорить, тем более сейчас? Все, она бывшая. Я зарекся в определенный момент в своей жизни, что я не буду ничего скрывать, в разумных пределах, когда мне появится женщина, которая станет моей семьей. У меня будет жена. Вот я выложу фотографию. Вот моя жена. Мы поженились. Все. И ни об одной из своих девушек ты так не можешь сказать. У тебя ни с кем не появилась мысль, что вот она может быть стать моей женой. Ну, если совсем честно, то как бы бараном был я долгие годы, потому что в какой-то период времени я вообще не был не про... Не был готов к семье. Абсолютно просто не хотел. И все эти отношения были там, условно, это роман, который может быть когда-нибудь, но мы все прекрасно понимаем. А вот совсем недавно как бы я потихонечку начал к этому приходить, пусть запоздало к семье, к детям, но уже на данный момент просто не с кем. Не с кем? Владу Кадони, не с кем? Давай вот в нашей программе обратимся, девушки. Да ну не, 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 не. Сиди замечательный Влад Кадони, которому не с кем. Мне... Нет, смотря, что не с кем. Как бы... Ну, ты говоришь, не с кем. Ты знаешь, мне, помимо того, что у меня есть определенный темперамент, да, у меня еще достаточно циничное сознание. Мне очень сложно влюбиться. А без любви строить семью, ну, тоже какая-то странная история. Потому что я же уже в том возрасте, когда я могу отличить, где я хочу, где у меня просто стоит, да, где я душой проникаюсь. Семья все-таки это про второе, правда же? Спасибо тебе большое за откровенность такую в ответах на самые разные мои заковыристые вопросы. Очень рада, что ты был у меня. И, кстати, по-моему, это первое твое большое интервью в Ютубе. Первое, честно тебе скажу, Ален, дико приятное. Я, наверное, испытал даже положительные эмоции, потому что мы вроде говорили так много о личном, говорили очень откровенно, а при этом у меня нет абсолютно какого-то такого ощущения, что я вот так вот вышел к людям голый. Ну, круто. Это у тебя появится, когда ты посмотришь это интервью и почитаешь комментарии. Вот этого я не буду делать. Это я обещаю просто. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал супер.ру, ставьте лайки, комментируйте, вообще ведите себя очень активно. Спасибо огромное, Алена, еще раз. А если вы не подпишетесь, не отлайкайте, не прокомментируйте, гореть вам в аду. У меня тоже, кстати, привычка, я к концу интервью у тебя буду вот так сидеть, я уверяю, это сто процентов. Я сейчас еще так что-то это, потом... А потому что пиджачок надо, когда хочешь, что-то... Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok